всем привет вы на канале политический новостник приятного просмотра эрдоган отдал приказ который поставил россию и турцию на грань войны перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал будем очень благодарны ну а мы к теме выпуска потомки иначар будут стрелять в русских солдат если те попытаются взять и длип из сирии приходят новости о том что анкара перебросила в так называемый большой и длип мощные подкрепления после фактически провалившейся встречи эрдогана и путина которая прошла в сочинской резиденции бочаров ручей 29 сентября в деревне офис в пригороде саракип который находится на юге спорной провинции потомки иначар создали еще один форпост буквально в нескольких сотнях метров от осадовских войск арабские сми сообщили о переброске 13 октября турции в деревню офис кишащую протурецкими боевиками двух танков семи бронетранспортеров и роты спецназовцев похоже эрдоган отдал приказ и длип не сдавать несмотря на активную подготовку крупномасштабного наступления сирийских правительственных войск совместно с российскими военными теперь шоссе м4 за которым засели многочисленные банды хаят тахрира ашам возглавляемые джихадистами джебхат ан-нусра стала самой настоящей линией фронта с одной стороны турецкие военные многочисленные бандформирования ничем идеологически не отличающийся от игил с другой сирийские войска и бойцы российской военной полиции а также подразделения сил специальных операций рф есть все основания полагать что дамаск не без согласования с москвой предпримет все усилия чтобы выбить турок контролирующих помимо стратегического шоссе м4 дороги латакии алеппо хама алеппо и трассу м5 если разобраться анкара захватив значительную части либо парализовала как минимум треть экономики сар если а саду не удастся вернуть север сирии то недавние его военные успехи будут обесценены что поставит опять под сомнение реальную власть правительства по сообщению местных сми министерство экономики уай заявила что сирии было подписано соглашение о будущих планах по расширению экономического сотрудничества между тем дубай ранее поддерживал оппозицию но сегодня признав факт контроля асадом 90 процентов территории сар решил вернуться к прежним договором проблема тем не менее есть шейхи поставили условия дамаску требуя изгнать иностранные войска из страны можно расценивать это как подстрекательство к быстрейшему наступлению на и длиб хотя скорее всего речь идет о необходимости окончания войны в сар без чего невозможно нормальные экономические связи в этой связи вопрос что делает турция в чужой стране не имеет адекватного ответа до факта у анкары нет ни одного аргумента защищать и длибский гадюшник если не считать романтизма новой османской империи кто не в курсе эрдоган отверг план путина который сирийские сми описали как призыв к созданию реально демилитаризованного коридора шириной 6 километров вдоль границы с турцией своего рода безопасной зоны для сотен тысяч мирных жителей эти люди боятся якобы месте сирийских военных и даже если для страха есть реальные основания то потенциальный анклав мог стать решением многих гуманитарных проблем есть мнение что эрдогану нравится быть в центре внимания как в москве так и в вашингтоне в частности политехнолог макина кафа считает что турецкий президент выпал бы из орбиты американо-российских противоречий если ушел бы из и длиба дескать тогда зачем он будет нужен байдену и путину но сейчас его солдаты став в сирии защитниками убийц и мародеров обеспечивают ему хорошие возможности торга из рф из сша поддерживающими кстати курдов в своей иракской повестке по большому счету турецкие войска в сирии это заноза в заднице глобальных игроков избавиться от нее стремится в первую очередь россия причем как можно быстрее видев грязной игре эрдогана серьезную угрозу своим экономическим интересам в турции короче москве нужно освободить и длиб не спровоцировав однако опасный кризис в российско-турецких отношениях задача не из простых и по мнению уже турецких газет она решается за счет гробов турецких солдат которые теоретически могут вызвать антивоенные протесты в самой турции за последнюю неделю как минимум трое военнослужащих эрдогана были убиты когда подверглись нападению вблизи деревни альтвайз в сельской местности алепо и на выезде сирийского города мария считается что атаку совершили курды скорее всего из группировки силы освобождения африна что интересно мощную хоть и косвенную поддержку турции оказывает израиль пытаясь авиа ударами нивелировать военные успехи асада поздно вечером 13 октября серии израильских авиа ударов обрушилась на окраины древнего сирийского города пальмира в восточной сельской местности хомса сирийские средства пво открыли огонь по приближающимся израильским ракетам но похоже неудачно во всяком случае в тель-авиве сообщили о якобы уничтожение важного объекта это был уже второй мощный налет ввс израиля на центральную сирию менее чем за неделю ранее 8 октября 6 года израильских истребителей f-16 выпустили 12 управляемых ракет по крупнейшей авиабазе страны известной как т-4 расположенной в сельской местности на востоке хомса известно что иранские прокси силы дислоцируются на авиабазе т-4 именно сюда из международного аэропорта дамаска корпус стражи исламской революции перенес главный логистический центр доставки оружия и боеприпасов впрочем вряд ли налеты ввс израиля смогут переломить удачное для асада развития событий после освобождения города дёра-эль-балат на юге сирии большой идлип остается последним значительным оплотом боевиков и заняты иностранными войсками территории значит именно сюда будут стянуты все силы армии сар иранских прокси сил ксир и российского спецназа чтобы вытащить турецкую занозу с другой стороны эрдоган подстелил соломку в виде аданского соглашения подписанного еще в 1998 году между сирией и турцией которая касается мер по борьбе против рабочей партии курдистана на территории сирии согласно этому договору дамаск обязан разоружить курдские отряды что представляет гораздо большую опасность чем военная операция армии сар юридически у анкары есть право легально преследовать всевозможные угрозы возникающие исходящие из сирии по данным из турции в стране находится 4,5 миллиона сирийских беженцев практически каждый пятый гражданин сар эрдоган заявляет что присутствие турецких войск в и длибе страхует анкарю от наплыва еще 2 3 миллионов вынужденных переселенцев в этом плане позиции эрдогана среди своего населения очень сильны поэтому ошибочно надеяться на антивоенные протесты скажем больше в турции есть понимание что война с россией возможно даже если наша страна намного сильнее не важно промыл ли мозги эрдоган своим поданным или такова картинка изнутри но турки реально боятся новой миграционной волны значит к приказу турецкого лидера и длиб не сдавать следует относиться со всей серьезностью на этом все спасибо за просмотр ставьте лайк подпишитесь на канал чтобы всегда быть в курсе свежих и интересных новостей до встречи